В эпицентре вспышки коронавируса в США, в городе и штате Нью-Йорк ситуация внушает осторожный оптимизм. Количество заболевших, госпитализированных, а также жертв заболевания с каждым днем становится меньше. И это дает надежду на то, что крупнейший мегаполис США постепенно начнет возвращаться в нормальный ритм жизни уже в середине мая. Подробности происходящего в Нью-Йорке мы узнаем у корреспондента Георгия Цехеселли. Он с нами на связи из студии агентства Associated Press. Георгий, здравствуйте. Скажите, вот что дает властям основания говорить об улучшении ситуации сегодня? Арестан, доброе утро. Ну, как вы понимаете, каждая жизнь бесценна. Правда, если говорить языком статистики, то 367 погибших за один день – это очень позитивная тенденция. По состоянию на сегодня в нашем городе цифры такие. 158 тысяч подтвержденных случаев заражения и 11 817 человек умерли. 18 018 вылечились. И на первый взгляд, это очень страшные цифры. Смертность от вируса получается 7,6%. Но не стоит паниковать, призывают медики. Надо напомнить, что примерно треть людей вообще не замечает о том, что они переболели. Почти половина замечают, но течение болезни у них настолько легкое, что они начинают нормально себя чувствовать буквально через несколько дней. Эпидемиологи уже говорили о том, что реальное количество переболевших, то есть тех, кто не заметил или испытал легкое недомогание, таких, скорее всего, в 10 раз больше, чем зафиксировала официальная статистика. То есть, в реальности, скорее всего, полтора миллиона жителей Нью-Йорка, то есть примерно каждый шестой, уже переболели. В этом случае статистика все-таки не такая ужасающая. Она, конечно, выше, чем от обычного сезонного гриппа. И поэтому меры социального дистанцирования все-таки нужно продолжать соблюдать. Но все-таки не так жутко, если смотреть на сухие цифры подтвержденных случаев. И, конечно же, еще раз подчеркнуть нужно, что каждая жизнь бесценна. В основном COVID-19 у нас болеют дома. И вот мы сегодня разговаривали с несколькими людьми, которые перенесли коронавирус. И вот, что они рассказали, собственно, о своем опыте. Давайте послушаем. Я связался со своим врачом, рассказал ей о своих симптомах, которые были, собственно, температура, кашель, с отделением мокроты время от времени. Но она сказала, так как мы не входим в группу риска и никогда не курил, говорит, что я вас поздравляю, вы получили корону, что для вас это не должно быть сильно болезненно и все должно пройти относительно легко. Она говорит, я начал спрашивать про какие-то прогнозы. Она говорит, что прогнозов как таковых нет, это может тянуться и до двух недель. И симптоматика может быть совершенно рандомная, то есть она может возникать каждый день разное. Вот, что у меня, собственно, и было. И сказала, что лечения как такового нет, пока она не переходит в какую-то сложную форму, то просто пить большое количество воды, при наличии температуры высокой сбивать парацетамолом и, собственно, ждать, пока организм сам победит вирус. К сожалению, пришлось вызвать скорую, потому что даже я принимал, при том, что я принимал жаропонижающие, в один из дней, там на третий день, по-моему, как вот она поднялась, температура, я вынужден был вызвать скорую, потому что было 39, и я не видел, что помогает жаропонижающих, это стало не по себе. Я просто вызвал скорую, меня привезли в отделение, и так как была температура, не было ко мне вопросов, тут же все анализы сделали и тест на коронавирус. Вот с первого дня, без остановки, 12 дней была температура, и нужно было чуть ли не по часам принимать жаропонижающие, потому что если прозевал на полчаса, там, 45 минут, то температура тут же ползет вверх, прилично, то есть 38,5-39, и 12 дней была, значит, температура. На пятый день я начался сильный кашлять, и прямо вот такие спазмы, чуть ли не по 15-20 минут, можешь остановиться, только вдохнуваешься, опять дальше кашляешь. Но как только пропала температура, сразу стало полегче, я буквально через 3-4 дня, получается, уже почти через 3 недели после первых симптомов я вышел на улицу, начал потихонечку восстанавливаться. Аристан, ну вот как видите, оба моих собеседника лечились дома. И вот сегодня стало известно, что у нас в Нью-Йорке, еще хорошие новости, начали испытания дополнительных двух методов лечения. Один, о нем известный, это использование плазмы крови, тех, кто уже выздоровел и имеет антитела. Второй, это неожиданно интересный препарат, называется он фоматидин, это активный ингредиент без рецептурного средства от изжоги, но в больших дозах. То есть медики очень активно ищут дополнительные возможности вылечить заболевших. Я замечу, что после первой волны паники, когда и правда не знали, что же делать с теми, кто подхватил коронавирус, сейчас медицинская система адаптировалась. На улицах Нью-Йорка на световых табло постоянно показывают социальную рекламу. Если у вас легкое течение заболевания, если ваши симптомы не критические, пожалуйста, оставайтесь дома, максимально самоизолируйтесь и обратитесь либо к вашему лечащему врачу-терапевту, либо по горячей линии, если нет терапевта. И сразу подчеркивается, что лечение коронавируса будет обеспечено абсолютно всем, вне зависимости от наличия или отсутствия медицинской страховки, или даже от миграционного статуса. В приемные покои больницы или в скорую помощь просят обращаться или звонить только в том случае, когда симптомы на самом деле серьезные. Например, человек уже совсем не может дышать, или постоянно очень высокая температура. Заметим, что даже в этом случае, до того, как приехать, операторы экстренной службы 911 сначала задают несколько вопросов. Поскольку есть, скажем так, некоторая часть населения, которая задыхается не столько от коронавируса, сколько от страха перед коронавирусом. Ну и даже если симптоматика на самом деле серьезная, далеко не всем требуется госпитализация, объясняют медики. Но если ситуация по-настоящему критическая, конечно же, помощь будет оказана всем, Арестан. Ну, в Казахстане тоже помощь оказывается всем. А вот скажите, Георгий, насчет страха и паники, вы сказали, вот насколько это серьезная проблема сейчас, когда Нью-Йорк находится на карантине уже вот шестая неделя? Арестан, конечно же, страх еще есть. И этот страх порой провоцирует, ну скажем так, на неадекватные поступки. Например, после того, как Трамп задал вопрос по поводу того, можно ли продезинфицировать людей изнутри, в Нью-Йорке нашлись люди, которые реально на себе это опробовали. И число отравлений такими средствами, как Лайсол, это у нас спрей для дезинфекции популярный, или хлорсодержащими веществами, например, отбеливателем, выросло в два раза. И, конечно же, мы говорим всего лишь о нескольких десятках людей, но все же это напомнило о том, что власти придержащим следует быть осторожнее в своих словах, даже если они всего лишь задают вопрос. Ну вот я ранее, кстати, упомянула о двух методиках, которые проходят сейчас клинические испытания, надо особо подчеркнуть. Пожалуйста, никакого самолечения. Просят все абсолютно доктора, все медики. Ну и про страхи. Не легче, конечно, от того, что в магазинах и аптеках на входе у нас появились полицейские. Вот мы даже засняли небольшой фрагмент, хотя это запрещено делать, но мы все равно сняли. Они, хотя и вежливо, но очень настойчиво требуют, чтобы у всех входящих были на лице маски. И, Арестан, прежде всего, конечно, люди боятся неизвестности. Знаете, я не раз наблюдал, что вот стоит кому-то буквально на улице чихнуть или кашлянуть, окружающие тут же шарахаются в сторону. И при том, что сейчас, кстати, начинается в Нью-Йорке сезон аллергии, и кашляющих, и чихающих будет только больше. Искренне ваш, например, тоже периодически подхватывает какую-нибудь пыльцу, и поэтому у меня, например, всегда есть с собой таблетка от аллергии. И для собственного спокойствия, если помогло, значит, все в порядке. Ну и чтобы окружающих не пугать. Хорошие новости в том, что губернатор нашего штата Андрю Клома подписал распоряжение, согласно которому в ближайшее время все аптеки Нью-Йорка смогут стать мобильными пунктами проверки на коронавирус. Сейчас в городе есть несколько пунктов, мы их тоже смогли частично заснять, издалека, правда, но все же там анализ берут буквально не выходя из автомобиля. Подъехал, возможно, пострадавший от коронавируса, высунул нос. Медики, одетые прямо в настоящие скафандры, делают мазок. Ну и уезжаешь. Анализ готов через 5-7 дней. Вот такая практика у нас развернется повсеместно, но уже в аптеках. Сначала будут проверять медицинских работников, а также сотрудников оперативной службы, тех, кому было разрешено работать во время карантина. В том числе, наверное, и нас, журналистов, тоже проверят. Но, насколько я понял, задумку власти Нью-Йорка, задача максимально быстро обеспечить возможность пройти тест всем, вне зависимости от симптомов. Если тест положительный, нужно оставить человека дома еще на пару недель, даже если нет симптомов, потому что он заразный. Если уже есть антитела, нужно дать возможность людям выходить на работу. И это позволит в обозримой перспективе уже поэтапно как-то начать снимать ограничительные меры. И как-то возвращать Нью-Йорк и в целом нашу страну, Соединенные Штаты, к нормальной жизни Аристан. Ну что ж, спасибо, Георгий, за информацию. А то из уст в уста буквально ходит разного рода, как говорится, информация из США. Но вы доподлинно сообщили нам то, что необходимо. Спасибо. Главное самое, не болейте, берегите себя. Напомню, Георгий Цихисели нас информирует о ситуации с коронавирусом в США.